Единственное явление в истории представляет этот человек. Аристократ по рождению, человек богатый, утонченно образованный, любивший блеск и удовольствие столичной жизни, склонный к шутливости и веселью, он вовсе не казался призванным к той великой роли, какую исполнил. По складу ума и воспитанию, человек уравновешенный и несколько скептик, ничуть не обуреваемый и чистолюбием, он выступил на поприще государственной деятельности, по-видимому, вовсе не чувствуя к ней особого призвания, а просто потому, что все люди его круга так поступали, и прошел это поприще с удивительным счастьем. С полным правом и искренно Сула заявлял, что почитает себя под особым покровительством богов и принял официально титул счастливого. Своенравная богиня счастья словно решила относительно этого своего любимца быть постоянную. Самые решительные предприятия удавались Суле неизменно. Дважды именно на доле его выпадали те успехи, захват югурта и победы над Митридатом, о которых мечтал и которых страстно желал Марий. Союзническая война Марию принесла одни обиды и разочарования, а Суллу вознесла на первое место. После беспримерного похода в Азии Сулла счастливо побеждал в Италии и, наконец, стал полновластным владыкою города, повелевавшего полумиром. В этом положении Сулла обуздал партию крайней реакции, сломил демократию 40 лет, потрясавшую государство, разрушил могущество капиталистов, подавил оппозицию собственных сподвижников и успокоил Рим. И все это без единого поражения, без единой неудачи, без необходимости хоть раз исправить сделанный шаг. С чудесным, почти божественным совершенством Сулла исполнил свою роль, и его деятельность в тех пределах, какие он сам ей ставил, была не только грандиозна, но и полезна. Не только поддержал он падавшую аристократию с таким умением, с каким не послужил своей партией какой-либо другой вождь, он совершил дело безотносительно великое. Он не просто завершил революцию, а заставил и свою партию признать равноправие всех италийцев пред лицом закона, и таким образом явился истинным творцом полного государственного объединения Италии. За 40 лет непрерывных потрясений Италия ко времени Суллы пришла в состояние такой анархии, что весьма вероятно римское государство погибло бы, если бы Сулла не спас его в Азии и в Италии. Сулла сделал все, что консервативного образа мыслей человек может сделать для спасения аристократической правительственной системы. И если дело Суллы не было прочным, то не по его вине, а потому что в данных обстоятельствах оно и не могло быть прочным, так как не во власти какого-либо человека вдохнуть новые силы и новую бодрость в ту олигархию, которая правила Римом ранее и которой Сулла теперь передавал реформированное государство. Бесспорно достойно изумлений то, как Сулла задумал свою грандиозную попытку и то, как он ее выполнил среди бесчисленных препятствий. Однако не избег и Сулла крупных ошибок, которые до известной степени объясняют ту ненависть, какую веками питали многие к его имени. Он слишком откровенно, можно сказать цинично, относился ко многим явлениям. То публичное осмеяние человечности, какое чувствуется в опубликовании списка проскриптов, в приказании публично заколоть ослушанного генерала, тот индифферентизм к преступлениям своих пособников, какой проявлял Сулла, все это не только оскорбляло нравственное чувство, но было и государственной ошибкой, так как подготовило и жестокость, и бессовестность всех следующих революционных кризисов. Глава девятая. Финансы государства и частные хозяйства. Национальность, религия, воспитание, литература и искусство. Экономическое положение государства, повинности провинций. Сельское и денежное хозяйство, развитие роскоши, нравы, смешение народностей, эллинизм, философия в Риме, государственная религия, воспитание юношества, трагедия, комедия, сатира, состояние наук. От битвы при Пидне, когда римляне утвердили свое мировое владычество до времени Суллы, прошло почти 90 лет. За это время Рим сделал немало территориальных приобретений, но могущество государства несомненно падало. На полях акв Секстийских и Верцел разыгрался первый акт той борьбы, которая не прекращалась уже до разрушения римского государства. И, может быть, не закончилась еще и теперь борьбы прежних европейцев с новыми пришельцами, племенами германскими, славянскими, а затем и среднеазиатскими. В Италии городская община Рима поглотила союз италиков и явно стремилась поставить и другие народности в положении не союзников, более или менее полноправных, а прямо в положении подданных. Весь государственный строй был до корня разрушен действиями как той партии, которая требовала изменений, так и той, которая требовала сохранения старого. Все отрасли государственного управления пришли в хаотический беспорядок. Гражданство в массе потеряло всякое влияние на дела управления. Теперь фактически управлял или один случайно влиятельный человек, или замкнутый круг олигархии, то родовой, то денежной. И вопросы государственные, в случае несогласия, решались силою, сначала дубинами, а потом мечом. Самоуправлявшейся общины не было, и государству оставалось подчиниться деспотической власти, и вопрос был лишь в том, станет ли этим деспотом одно лицо или партия. Умирало старое государство от давних и глубоких социальных язв, главным образом от развития невольничьего пролетариата и разорения им сельского населения. Менее столетия тому назад казалось, что Рим наверху благоденствие. И вот солнце свободы садилось неудержимо, и сумерки окутывали мир, над которым еще так недавно сияло солнце счастья, свободы и могущества. Теперь все общество в мучительном сознании беспомощности и бессилия пред надвинувшимися тяжкими вопросами томилось и ожидало, найдется ли такой гениальный человек, который воссоздаст государство из того хаотического беспорядка, в какой оно пришло. Остановимся несколько, чтобы взглянуть, в какое положение приведено было государство теми социальными и политическими потрясениями, которые были только что изложены, и прежде всего познакомимся с экономическим и финансовым положением республики. В Италии граждане не платили уже никаких налогов, и единственные доходы, которые государство получало здесь, оно извлекало из отдачи в аренду оставшихся у него земельных участков, из сборов таможенных и некоторых немногочисленных налогов на роскошь. В провинциях государство считало себя собственником всех земель, принадлежавших прежним властителям, и участки этой земли оно раздавало в пользование частным лицам за арендную плату. Наряду с этим в провинции собирались различные государственные налоги и прямые косвенные в виде разных сборов, связанных с торговлею. Отдельные государства и даже общины обложены были весьма различно, но вообще в римскую государственную казну провинциалы платили в общем менее чем прежним своим властителям. На них упадали зато расходы на местную администрацию, на общественные здания, пути сообщения, расходы не незначительные. Как общие правила римляне принимали на счет государственного казначейства содержание войск и военное управление. По закону военачальники могли требовать с населения на нужды армии и различных сборов натурую с тем, что за все поставленное будет уплачено. Но сроки и размеры уплат определялись самими администраторами. И есть несомненное свидетельство, что требования были нередко чрезмерны и что расплачивались весьма несправедливо. Вообще, произвол у всех римских властей в провинциях был открыт чересчур большой простор. В свою личную пользу они собирали с провинциалов огромные суммы и всаднические суды открыто покровительствовали всяким злоупотреблением. И если кто из римских чиновников подвергался преследованиям по суду, то обыкновенно именно наиболее умеренные и честные, которые по этому самому не могли достаточно располагать в свою пользу судей. Вообще, в течение этого периода сохранялось еще в принципе старое и почтенное правило, что владычество Рима не есть обогащение его насчет провинций. Но начались уже и отступления от этого правила, и вся операция по раздаче в Риме хлеба была целиком основана на значительных доходах, какие римляне извлекали от введения откупной системы собирания всех налогов в Азии. В первую мирную половину того года, о котором мы теперь говорим, государственная казна имела большие свободные суммы. На эти средства Италия была покрыта целую сетью отличных шассированных дорог. Осушены были на полуострове обширные болота, доставившие прекрасные земли для поселения и обработки. Но нельзя не сказать, что в значительной мере это делалось за счет сокращения военных расходов, так как армия и особенно флот были совершенно заброшены, а следствием этого был потом целый ряд военных неудач. В течение революционного периода равновесие бюджета было совершенно разрушено, и только Сулла снова его восстановил главным образом, благодаря тому, что уничтожил основную причину финансовых затруднений – хлебные раздачи. Сельское хозяйство оставалось в том же печальном положении, как в конце предшествующего периода. По-прежнему капитализм разрушал хозяйство мелких собственников. Не развивались нисколько и ремесла, и промыслы. Торговля же и денежные обороты римских капиталистов были по-прежнему значительны и даже еще усилились. Рядом с политическую олигархию, которая правила через Сенат, создалась могущественная олигархия капиталистов. В руках отдельных лиц скопились колоссальные богатства, которые давали возможность их обладателям оказывать заметное влияние и на политические дела. Коринф был разрушен именно по настояниям этой финансовой олигархии, которая не захватила в свои руки огромные торговые обороты Коринфа. По требованию той же группы капиталистов основана была Нарбонна, город важный в торговом отношении, хотя по политическим соображениям Сенат не сочувствовал основанию этой колонии. Чрезмерное развитие торговых и денежных операций было причиной того, что множество италийцев лучшие свои годы проводили в отдаленных провинциях, где иногда италийцы и погибали массами, как было, например, при начале Митридатовой войны. К концу рассматриваемого периода число свободного населения в Италии никак не превышало 7 миллионов, а количество рабов достигало 13 миллионов. Отсюда понятно то значение, которое приобретали восстания рабов. При чрезмерном напряжении денежного хозяйства неизбежные в нем кризисы разражались со страшной силой и влекли за собой серьезные экономические затруднения, и только отлично организованная монетная система Рима до известной степени ослабляла их силу. Римское правительство очень твердо держалось правило чеканить всегда монету узаконенной пробы и полноценную. Только раз сделано было отступление от этого правила, когда Друз, изыскивая средства продолжать даровую раздачу хлеба, провел в девяносто первом году закон, в силу которого на каждые семь серебряных динаров выпускался один медный, лишь покрытый тонким слоем серебра. Этим динарам присваивалось равное хождение с серебряными, и они принимались во все казенные платежи. Операция эта была ничем иным, как выпуском денежных знаков, но выпуском весьма умеренным и осторожным. Тем не менее, через десять лет она была прекращена из опасений вызвать какое-либо недоверие к монете. На всем западе имели исключительное распространение римские динары, в греческих же областях повсеместно удержались и греческие тетрадрахмы. Спутниками высокого развития денежного хозяйства явились и здесь, как это всегда бывает, чрезмерная роскошь, склонность к мотовству, грубым чувственным удовольствиям. Роскошь страшно развелась в Риме. Но это была не изящная роскошь, которая является как цвет культуры, а роскошь грубая, доступная пониманию людей и совершенно лишенных чувства изящного. Та роскошь, которая ценит не художественность, а редкость и дорогую цену того или другого предмета. Огромные деньги тратились, например, на общественные игры, для того, чтобы выпустить на арену сразу сто львов. Возводились огромнейшие раззолоченные дворцы, стоившие по крайней мере в сто раз дороже, чем стоил обыкновенный удобный дом. Распространился обычай носить дорогие одежды. На стол и на убранство перов делались затраты прямо чудовищные. Еще Сцепион Эмилиан имел столового серебра всего приблизительно 32 фунта. Через 30 лет, по крайней мере, в 150 домах были приборы приблизительно по 100 фунтов, а Друз имел столовый сервиз. В столице новые направления в нравах и в умах господствовало всесильно. Не слышалось против него даже и такого, в сущности, безрезультатного протеста, как недавние еще речи Катона. Если старые нравы держались где-нибудь, то только в глухих уголках Италии. Глубоко важным результатом политических событий рассмотренного периода были значительные изменения в самих национальностях, которые действовали в пределах римского государства. Великая борьба, наполнившая III и II века римской истории, поглотила второстепенные народности. Наиболее значительная из них Финикийская, после разрушения Карфагена, медленно исходила кровью. Получали безусловное преобладание римской и греческой национальности. Рассеявшиеся благодаря торговым и денежным делам по областям и провинциям римляне, уже в то время заложили первые основы той романизации всего Запада, которая составляет крупнейший факт в истории Европы. Но совершался процесс не только романизации, одновременно и эллинизации Запада, потому что римляне и в эту эпоху относились к грекам так же, как в предшествующую. И во всех отраслях умственной и общественной жизни за греческими образцами по-прежнему признавалось не только равное, но и высшее значение. Сношения Италии с Грецией были чрезвычайно оживленны. В Италию шел непрерывный приток греческих философов, ритеров, поэтов, учителей. Они занимали в Риме уже довольно видное положение и становились почти необходимыми членами всякого интеллигентного кружка. Эллинское образование стало неизбежную и важнейшую частью высшего образования в Италии. Эллинская цивилизация коснулась не одних высших слоев общества. Она стала в полном смысле слова общераспространенную, потому что масса рабов восточного происхождения распространяла эллинизм и в низших кругах. Как в провинциях жило множество римлян, так Италия кишела греками, сирийцами, египтянами, финикинами, евреями. Понятно, что этими путями особенное распространение получали не высшие результаты эллинского развития, а именно худшие его стороны. Не формировался в новой высшей формы римский характер усвоением лучших плодов греческой культуры и греческого ума, усваивалась лишь внешность греческой цивилизации. Утрачивалась прежняя любовь, прежняя приверженность к своему, пожалуй, слишком исключительная, но взамен не получалось что-либо равноценно новое. В общей совместной жизни сглаживались яркие особенности разных племен и народностей и усиливалась одна общая черта – изношенность, измельчание характеров. Особенно ослабел латинский характер в самом Риме. Именно здесь всего более развивался одинаково и в высших, и в низших слоях общества пустейший и презренный космополитизм. Тесное сближение, можно сказать, взаимное проникновение двух даровитейших племен древности дало в последующие века огромные результаты. Вся европейская цивилизация опирается на этот процесс, но в первое время смешение национальности несло лишь горькие плоды во всех областях умственной жизни – и в религии, и в философии, и в литературе. Римская религия была так тесно органически связана с государственным строем, что политическая революция разрушила и ее, и на развалинах старинных верований в высших кругах общества распространились или безверия, или философские системы, в кругах же низших всевозможные виды суеверий. К тому времени, когда в Риме стала исчезать старинная религиозность, Элина давно уже пережили эпоху простой веры. Веры у них уже и не было, а была лишь философия. Теперь ее заимствовали у них и римляне. Но и философская мысль Эллады изжила себя. Философия этой поры не освобождала мысль, не окрыляла ее, а заковывала в узкие рамки схоластического философствования. Римляне усвоили греческую философию не в гениальных творениях Платона и Аристотеля, а от их слабейших учеников и толкователей. В Риме получили распространение школы эпикурейская, стоическая и новых академиков. Последняя школа была по преимуществу критическую и диалектическую, самостоятельную систему воззрения она не проводила. Учение эпикурейцев и стоиков было определеннее. Последователи эпикура признавали, что основное начало мира косно. Разнообразие вещей они объясняли механическими сочетаниями. Существование богов и бессмертие души они отрицали, и идеалом для человеческой жизни почитали уравновешенное существование, не возмущаемое ни духовными порывами, ни какими-либо излишествами, крайностями телесных удовольствий или неудобств. Последователи Зенона, стойки, признавали основную сущность мира изначально деятельную, признавали существование богов и их влияние на мир, и идеалом человеческой жизни ставили постоянную деятельность в стремлении согласоваться с природой. Первоначально в Риме философские учения встретили прием весьма недружелюбный. Нерасположение к философии установилось здесь с первого публичного дебюта представителя греческих философов Корнеада, который в 155 году беззастенчиво защищал вероломный захват афининами Арропа. Тогда против этого ритера и всей греческой философии сурово выступил Катон, возмущавшийся цинизмом, с каким философ оправдывал явные нарушения справедливости. После этого в Риме надолго сохранилось недружелюбное отношение к философам и философии, и особенно к системе эпикурийской. Эту последнюю здесь усвоили первоначально лишь в небольших кружках, как оправдание всяких чувственных излишеств. Мало-помалу, однако, предубеждение стало ослабевать, и через несколько времени стоицизм распространился уже значительно. Первоначальное учение Зенона было усвоено в Сцепионовском кругу. Но и здесь довольно скоро умозрительная часть системы была совершенно отодвинута на второй план. На первое же поставлено моральное ее учение. Со своими суровыми нравственными требованиями, со своей склонностью к казуистической морали, со своей простой грубоватую аллегоризацию, стоицизм был совершенно в духе римлян и так тесно примыкал к религии, как только может к ней примыкать философия. Утратив живое религиозное чувство, простую веру, последователи стоических учений, однако, признавали, что религиозные учения и обряды желательно сохранить для простого народа в силу практических соображений. Уже в Сцепионовском кругу было высказано то положение, которое так часто повторялось впоследствии, что необходимо соблюдать пред глазами толпы самым строгим образом все предписания религии, хотя для образованных людей религии это, собственно говоря, совершенно не нужно. И вот люди, сами совершенно не веря, присерьезно исполняли обязанности авгуров, упорно отстаивали права жреческих коллегий, требовали, чтобы народные собрания были непременно распускаемы, если авгуру смотрят неблагоприятные проявления воли богов. Они надеялись сделать веру орудием политики. И так же ошибались тогда, как многократно ошибались на этом самом пункте люди и других эпох. Тот народ, который думали они обманывать религиозными обрядами и церемониями, утратил так же, как и они сами, свою старую веру. И на требование авгуров прекратить собрание, граждане отвечали иной раз угрозами и насилиями. Как всегда, и в эту эпоху смешение народов вело к смешению религиозных представлений. Глубоко встревоженная мысль человека того времени повсюду искала ответы на разные волновавшие ее и неразрешенные вопросы. Она поднималась на все высоты и бросалась во все бездны. Как почва с истреблением вековых лесов быстро покрывается сорными растениями, так с исчезновением веры быстро занимают ее место всевозможные суеверия. Во всех слоях римского общества от высших до низших, или вернее от низших до высших, распространились, особенно через рабов, всевозможные верования и культы, взращенные в жаркой и душной атмосфере Востока. Среди политических, умственной и нравственной распущенности развивался чудовищный мистицизм. Множество людей предпринимало религиозное странствование по обетам. В Риме имели огромный успех разные пророки и пророчицы. Дошло до того, что в эпоху борьбы с союзниками Сенат под давлением общественного мнения однажды должен был издать несколько распоряжений согласно указаниям одной гадалки. Наибольшее распространение получил и был почти официально признан культ Пессинутской Матери Богов, а культов тайных или запрещенных существовало великое множество. Глубокие перемены совершились и в воспитании. Эмилий Павел, покоритель Греции, сам вполне подчинился влиянию греческой цивилизации. Он был первым, кто признал ее тем, что она и остается с тех пор для всех цивилизацию древнего мира. Сам Павел был уже слишком стар, когда впервые с благоговением созерцал он Фидиева Зевса. И сам не мог уже усвоить целиком ту цивилизацию, которая его пленила, но он сделал все, чтобы она вошла в плоть и кровь его детей и достиг этого. С этого времени для молодых и обеспеченных римлян было обязательно усвоение всего того, что преподавалось в Греции. Некоторые поняли, что лучше усваивать себе чистый эллинизм непосредственно, чем довольствоваться тем испорченным его подобием, которое уже давно распространялось в Италии. Для других следовать примеру Павла стало всевластным требованием моды. Произведения греческой литературы давно уже изучались в Риме, теперь стали изучать научно и произведения литературы римской, которая в предыдущий период обогатилась несколькими ценными произведениями. Комедии Плафта и Терренция теперь делались предметами публичных курсов, на которых их рассматривали критически. Появились и первые курсы римского красноречия. К сожалению, здесь слишком быстро и полно подчинились влиянию подобных курсов Эллады и чересчур много внимания и времени стали уделять пустым, безжизненным темам, которые почитались тем интереснее, чем труднее казалось что-либо по ним сказать. Оппозиция такому направлению, выставлявшей старый принцип римского красноречия, чтобы говорилось коротко, просто и ясно о данном живом деле, оказывалась бессильную и скоро смолкла. То образование, которое давалось теперь в Риме латинской молодежи, тогда же было окрещено названием общечеловеческого гуманитарного. Оно действительно отрицало всякую национальную исключительность, от всего специально латинского отрекалось, но оно далеко не было общечеловеческим, потому что признавало исключительность социальную и даже именно на нее опиралось. Литература, изучаемой нами теперь эпохи, изменилась соответственно общему характеру времени. В предыдущий век бодрые люди, закаленные в гигантской борьбе, с юношеским непониманием трудности задачи, но и с юношеской бодростью, устремились к недостижимой цели — создать свою литературу, равную греческой. Эта горячая пора увлечений скоро прошла, и в литературе наступила своего рода реакция. Люди, более чуткие к прекрасному, поняли недосягаемую прелесть того, чему так смело надеялись создать равное. Суровой критике подвергнуты были произведения латинских подражателей в том же кружке Сцепиона, где изучалась греческая литература в подлинниках, где ее впервые в Риме поняли глубоко. Энни Плафт и их младший современник Пакувий вызывали в этом кругу тонкую и острую критику и сдержанную, но губительную насмешку. Здесь было признано невозможным создать произведение, равное греческим, и задачей поставлена была выработка чистого, изящного языка. В этом отношении и были достигнуты результаты, замечательные по оценке самого Цицерона, но умы томились среди неразрешенных вопросов, связанных с революцией. И писатели, выражавшиеся правильным, изящным языком, оказывались литераторами вялыми, без внутренней мощи, без огня. Таков Пакувий, племянник и младший современник Энни, жившие на рубеже третьего и второго веков, 219-129 годы. Теренций, высокоталантливый автор комедий, 196-159 годы, рисует характеры более тонко, чем Плафт. Диалог у него превосходен, но у него вовсе нет той энергии комизма, той широты штрихов, обрисовывающих характеры, той смелости ведений действия, которыми так блещет в комедии Плафт. Плафт подражал разным популярным греческим писателям своего времени, Теренций, исключительно Минандру, самому скромному и самому тонкому из греческих комиков. За то, что касается языка, Теренций стоит далеко выше Плафта и принадлежит вообще к лучшим латинским писателям. В таком же духе, как Теренций, писал, много впрочем, ему уступавший, Афраний. Он писал комедии из чисто римской жизни, но под несомненным влиянием греческих поэтов. Большое развитие получили так называемые ателланы, фарсы, обыкновенно одноактные, полные грубых комических положений и весьма бесцеремонных эпизодов. Название свое этот род произведений получил от имени одного аскийского города, разрушенного еще за присоединение к Ганнибалу. Жители этого города почитались в Италии как бы образцами неотесанности и глупости. Эпическая поэзия находилась в полном упадке и не представила ничего сколько-нибудь замечательного. Сцена была в прежнем положении. С чисто римским ханжеством долго не разрешали устроить в столице постоянного театра. Хотя во многих городах провинции театральные здания давно существовали и хотя ежегодно в Риме огромные суммы расходовались на устройство временных театральных сооружений. Интерес публики к сценическим представлениям непрерывно возрастал, и одним из ближайших друзей Суллы был Квинт Росций, знаменитый римский актер того времени. Наиболее крупным явлением в римской литературе рассматриваемого периода была сатира. Вполне оригинальный, чисто латинский род стихотворных произведений, не имевший никакой определенной формы и заключавший любое содержание. Первым писателем сатир был Лицилий. 148-131, годы. Гражданин латинского города Суэссы. Человек состоятельный, отлично образованный и всеми уважаемый за свои личные достоинства. В сатирах он является и тонким литературным критиком, и благородным проповедником более чистых и скромных нравов. В политическом отношении он, естественно, является писателем оппозиционным. Его стихотворения приобрели быстро необычайную популярность, который доказывает, что литература стала уже и общественную потребностью и силою. К изучаемой эпохе относится деятельность Полибия, около 200-120 годы, который был одним из виднейших членов в римских литературных кругах, хотя писал по-гречески. Родом из Магилополя в Пелопоннесе, Полибий играл на родине довольно видную политическую роль, а после Третьей Македонской войны был взят в числе заложников в Рим и здесь провел безвыездно 17 лет, вращаясь в кругу Павла Эмилия. Полибий был современником и очевидцем великого исторического факта. На его глазах, известный тогда мир, подчинился римскому господству в сфере политической и греческому в сфере интеллектуальной. На его глазах жизнь всех народов Средиземного моря слилась в одно под гегемонией римского могущества и эллинского образования. В ясном понимании этого факта он написал свою историю. Она является первой, которую можно назвать всеобщую, потому что она совершенно свободна от партикуляризма греческих историков. Полибий с приемами греческого писателя обработал обширные римские источники. И в смысле богатства материала, его расположения, в смысле критики источников и правдивости рассказа Полибий представляет замечательное явление. Для римской истории труд Полибий чрезвычайно важен. Та эпоха, которую описал он от ганнибаловских войн до начала второго века, принадлежит к числу наиболее ясных для нас. Но нельзя не сделать Полибию одного существенного упрека. Он понимал историю не как явление нравственного порядка, а как своего рода механическое, и поэтому все его суждения по вопросам религии, права и чести плоские, мелкие, а в некоторых случаях и прямо нелепы. По сравнению с произведением Полибия, римские хроники представляют собою жалкие и скучные компиляции, нередко совершенно вздорные. С чрезвычайной подробностью, со всевозможной хронологической обстоятельностью, описываются в них события древнейших эпох, относительно которых не только не было, но, несомненно, и не могло быть сколько-нибудь точных свидетельств. Впрочем, некоторые хроники, касавшиеся времен ближайших, имеют известную цену, писаны они все уже по-латыни, а не по-гречески, как писалось ранее. Несколько видных деятелей изучаемой эпохи вели свои записки, записывали и распространяли свои речи и составляли сборники своих писем. Эти памятники впоследствии доставили ценный материал римским историкам. Параллельно с развитием литературы, и в зависимости от этого развития, разрабатывались грамматика и орфография, зарождалась история римской литературы, развивалась вообще римская филология. Луций Стилон около 104 года занялся изучением памятников древнейшего латинского языка. Он старался установить и точный текст комедии Плафта. От этого же времени сохранился любопытный учебник риторики, автор которого относится неодобрительно к греческим ораторским приемам, находит их мелочными и искусственными, и требует от речей большей простоты и деловитости. Из специальных знаний за это время сделала успехи в Риме только юриспруденция. Выработались многие тонкие юридические понятия и определения, совершенно неизвестные еще авторам 12 таблиц. Развивалась и юридическая литература, сначала распространялись сборники советов по разным судебным делам, а затем началась и систематизация права. Сочинения квинта Муция Сцевелы, который был консулом и главным понтификом и умер в 82 году, стали исходную точку всех систем римского права и всех учебников его. Толчок более систематической и научной разработки правоведения был дан, несомненно, знакомством с философско-практическим схематизмом современной греческой философии. Искусство находилось в жалком положении. Распространилась мода осматривать памятники искусства в Греции и, пожалуй, любовь к ним. Охотно увозили и в Рим произведения греческих художников, особенно то, что доставалось в виде военной добычи. В Риме возведено было много роскошных зданий, но все это делалось греками, и ни собственных архитекторов, ни собственных живописцев Рим не дал. Музыка и танцы получили широкое распространение, но исключительно как необходимое украшение роскошных обедов. И закон, и многие римляне по-прежнему относились к этим занятиям как к чему-то презренному. Это не мешало, однако, тому, что и представители знатнейших фамилий упражнялись усердно и в музыке, и в танцах, хотя и не достигали сколько-нибудь значительных успехов. Во всем, и в умственной деятельности, как и в сфере практической политики, видим мы у римлян упадок производительности и силы. Распространялись и знания, и интерес к искусству, но только в смысле усвоения, сделанного другими, творчества не было. Нация пережила уже свою юность и явно клонялась к упадку. Книга пятая. Основание военной монархии. Глава первая. Владычество олигархии. Дела в Испании и на Востоке. Слабость сенатской партии. Помпей, Крас, Цезарь. Смерть Суллы. Восстание Липида. Серторий. Борьба с ним и его убиение. Поход Лукула против Тиграна. Пиратство и восстание рабов. Сулла оставил власть, дав восстановленной им олигархии полную возможность отстаивать свое место и значение в государстве. Но предстояло выдержать упорную борьбу. На том пути, каким шел Сулла, невозможно было возродить внутренние силы государства. Олигархия могла держать власть в руках только при условии упорной защиты своих прав, только при энергичной и большой работе. Положение было особенно трудно, потому что против государственного порядка боролась не какая-нибудь одна партия. Ему были враждебны самые разнообразные элементы, враждовавшие между собой, но сходившиеся в ненависти к олигархии. С одной стороны, строгие юристы, возмущавшиеся прямым нарушением законов. С другой, идеалисты, сторонники народовластия, которые отстаивали старые громкие фразы и не замечали, что существа дела они изменить не умеют. Население областей, получивших неполные права и вольноотпущенники, лишенные значительной части своих прав, капиталисты, утратившие всаднические суды и чернь, лишенные дарового хлеба, люди, искавшие популярности и люди, разорившиеся в революции. Наконец, даже многие бывшие сподвижники Суллы, которые прокутили богатое вознаграждение, теперь мечтали о новых подачках. Все это было враждебно порядку вещей, установленному Суллою. От немедленной катастрофы спасалось и над лишь то обстоятельство, что в рядах оппозиции не было выдающегося вождя, не было человека, способного объединить всех недовольных и направить их силы на коренное изменение государственного строя. Не было выдающихся людей и в рядах партии правительственной. Глубоко павшая римская аристократия утратила и дарование, и честолюбие. Представители знатнейших фамилий считали теперь дух партийности патриотизмом, тщеславие – честолюбием, ограниченность – последовательностью. Они довольствовались самыми легкими лаврами, пустыми титулами. И в том возрасте, когда настоящий государственный человек иногда только начинает достойную себе деятельность, они уже были утомлены жизнью и спешили удалиться в интеллигентную праздность. Наиболее известным человеком в это время был Гней Помпей 96-48 годы. Ему не было еще 30 лет, а он уже прославился как полководец. Все считали его и выдающимся государственным человеком, но только при отсутствии истинных дарований мог выдвинуться на первое место такой человек. Помпей был человек совершенно дюжинный. Он обладал личной храбростью, но дарования полководца вовсе не имел. Он был бесспорно честен в частной жизни, но не брезговал и такими способами наживы, от которых отвернулся бы человек действительно нравственный. И если не шел путями очень кривыми и темными, то только потому, что был слишком богат. Распущенность современного общества создала ему славу человека добродетельного, но по требованию суллы он развелся со своей женой и казнил своих бывших товарищей-сподвижников. Человек упрямый, он обыкновенно оказывался игрушкой в руках окружающих. В политическом отношении он не имел никаких идей и торжественную молчаливостью прикрывал их отсутствие. А когда решался на какие-либо шаги, казавшиеся ему тонкими, то обыкновенно самым явным образом попадался в просаг. Политическое положение Помпея было фальшиво. Выдвинутый суллы он пошел против него, но не вполне решительно. Он мог занять высокое положение как полководец, покорный сенату, но не хотел идти на второстепенную роль. Постоянно мечтая об исключительном положении, он всегда отступал пред неизбежным риском, как только представлялась необходимость сделать последний шаг для того, чтобы такое положение занять. Видную фигуру среди оптиматов представлял также Марк Красс. Во время проскрипции он приобрел колоссальное состояние. Он был богатейшим человеком в Европе. Он говорил, что тот еще не богат, кто не может содержать целой армии, и сам, имея эту возможность, по-видимому, не имел намерения оставаться частным человеком, а питал высшие замыслы. Красс уже вовсе не имел ни широты взгляда, ни энергии настоящего государственного человека. По натуре это был просто упорный и настойчивый торгаш. Он и влияние добился тем, что заискивал у толпы, был внимателен ко всякому, охотно помогал деньгами всем, кто имел хоть какое-нибудь влияние, и всякого опутывал дачью денег взаймы без росту, но до востребования. Такой человек, конечно, мог выдвинуться в первые ряды только в партии, совершенно бедные дарованиями. Среди демократов наиболее выделялись Гай Котта, приятель Друза, человек честный, толковый, но без особых дарований, и Гай Юлий Цезарь, еще совсем молодой человек, родился 1 июля сотого года, проявлявший в себе что-то несомненно недюжинное, но пока еще прославившийся лишь своим щегольством и долгами. Первое же место между демократами занимал консул Марк Липид, горячий оратор, но человек малорассудительный и совсем незначительный. Правда, его верность демократии была почти несомненна, потому что только поддержка этой партии и спасала его от ответа по очень серьезным обвинениям, какие он навлек на себя, когда до перехода к противникам Сената он в качестве сенатского уполномоченного, хозяйничал в Сицилии чересчур бесцеремонным образом. Самый серьезный противник Сената оказался в Испании, это был Квинт Серторий. Человек слабого сложения, характера тихого и скромного, он обладал удивительно ясным умом, чрезвычайно твердым характером и необыкновенными организаторскими способностями. Серторий бежал из Италии от проскрипции и с немногими спутниками бродил как беглец в Испании и Африке. Он и в этом положении обратил на себя такое внимание, что лузитанцы, намереваясь воевать против Рима, пригласили его к себе. Серторий собрал около себя до 4000 римских беглецов. Из них создал ядро армии и подкрепляемый туземными племенами в течение 80-77 годов одержал ряд важных побед над сенатскую армию. Особенно замечательно при этом, что Серторий умел так вести дело, что в глазах всех окружающих он действовал не как бунтовщик, восставший против Рима, а как законный наместник Испании, борющийся против войск незаконного правительства. Его успехи вызвали заметные брожения и в Галлии, и Серторий усердно его поддерживал. В 1978 году скоропостижно скончался Сулла, и немедленно демократы в Риме начали добиваться отмены нововведений Суллы. Лепит, один из консулов этого года, открыто заявил свое сочувствие их требованиям, и сенат после некоторого колебания уступил в одном пункте, восстановил хлебную раздачу, хотя и с ограничениями. Уступка прибавила смелости недовольным, скоро в некоторых округах Этрурии жители стали открытую силу изгонять бывших сулинских солдат из полученных ими участков, а когда сенат имел неблагоразумие выслать против бунтовщиков Лепида на основании того, что он принес клятву оставаться верным долгу, то Лепит немедленно стал на сторону мятежников, заявив, что клятва связывала его лишь до истечения года. Тогда сенат спохватился и принял меры более энергичные. Скоро Помпей и другой консул Катул нанесли мятежникам несколько серьезных поражений и окончательно разбили Лепида, когда он сделал попытку внезапно овладеть Римом. Восстание было подавлено, а Лепит вскоре умер от чахотки. Положение дел в Италии, между тем, требовало неотложных и энергичных мер. В среде правительственной партии не было никого, кто был бы способен или даже только желал бы помириться с Сирторием, и сенату пришлось поручить начальство в этой войне Помпею, который не столько предлагал свои услуги, сколько требовал этого назначения, стоя во главе армии, с которой он только что потушил вспышку революции в Италии. Когда Помпей довольно-таки медленно привел в Испанию значительный отряд свежих войск, силы правительства стали, безусловно, выше сил Сиртори. Но Сиртори был неизмеримо талантливее своих противников и в течение двух лет разбил Помпея четыре раза во всех битвах, в которых они встретились. Зато подчиненные Сирторию начальники потерпели несколько серьезных поражений и от Помпея, и особенно от Мителла. Восьмой год уже боролся Сирторией против Сената, и в Риме начинали поговаривать, что, пожалуй, Сирторий повторит движение Ганнибала. И это не казалось невозможным, так как своими дарованиями Сирторий действительно напоминал Ганнибала. Но он походил на него и в том отношении, что никогда не ошибался в оценке своих сил. Он понимал, что окончательное торжество для него невозможно, и выказывал готовность прекратить борьбу, если только ему позволено будет мирно жить на родине. Но олигархи не хотели примириться с самым талантливым своим врагом и продолжали войну, которая страшно разоряла и Италию, не говоря уже об Испании, где она на корню погубила латинскую культуру, только что начавшую там распространяться. Силы Сиртория, конечно, иссякали быстрее, чем силы Сената. Ряд мелких неудач поселил уныние в рядах его приверженцев, поколебалась их вера в гений и непобедимость вождя. Стали возникать заговоры. Окружавшие Сирторий желали примириться с Римом ценой выдачи вождя. Сирторий жестоко расправился с обнаруженными заговорщиками, но в скором времени он был все-таки предательски зарезан на пиру. 72-й год. Так бесславно погиб под кинжалами жалкой шайки человек, быть может, самый даровитый из всех, кого выставил Рим до того времени, и даже память о нем осталась лишенную всякого обаяния. Человечество и история строго судят тех, кто поднимался против родины, даже и в таком положении, как Сирторий. Место Сирторий занял организатор его убийства Перпенна, но заменить Сирторий он ни в каком отношении не мог. Он быстро был совершенно разбит Помпеем и попался в плен. Перпенна попробовал спасти свою голову, представив Помпею переписку Сиртория, которая компрометировала многих видных деятелей Рима. Помпей сжег письма не читая, а Перпенну казнил. В скором времени после этого Испания была замерена, многие сторонники Сиртория получили полное прощение, очень умеренный эдикт о них был проведен при большом участии молодого Цезаря. Таким образом, Сенат справился с восстанием в Италии и Испании, но положение дел вообще, а особенно на Востоке, оставалось в высшей степени запутанным и печальным. Мы уже упоминали, что на Далматинском побережье Адриатического моря издавна существовало разбойничество. Около смерти Суллы эти разбои усилились до чрезвычайности, и только энергичный и способный Лукул закончил успешно борьбу с разбойниками, шедшие уже семь лет, он усмирил страну и привел ее в повиновение правительству. Но на море разбойничество непрерывно развивалось. Существовало оно с самой глубокой древности и очень усилилось за время Митридатовских войн. На водах Средиземного моря создалось своего рода разбойничье государство, имевшее довольно сложную и стройную организацию. Членами этого своеобразного царства корсаров были несчастные или преступные люди из всех тогдашних стран. Национальная связь в нем заменялась тайной как бы масонскую связью, и безусловная верность в своей среде до известной степени покрывала собой преступность организации. Корсары беспрекословно повиновались признаваемым ими у себя властям, самым добросовестным образом поддерживали друг друга в опасности, и все свято соблюдали условия и договоры, которые были приняты на себя какой-либо их шайкою. Приморские провинции страдали от разбойников невыносимо. С прибрежных городов корсаров взимали дань, множество людей было постоянно похищаемо и продаваемо в рабство, более знатных пленников пираты возвращали за огромный выкуп или подвергали мучительным казням. Экономические бедствия, созданные прекращением сколько-нибудь безопасных морских сообщений, были прямо неисчислимы. В отношении к пиратству Сенат проявил все свое ничтожество. Он не только не умел в широких размерах организовать борьбу с этим злом, но выставлял как общий принцип, что каждая провинция должна сама бороться и сама отстаивать себя. Между тем, конечно, никакая отдельная провинция не могла ничего сделать, когда на нее нападали пираты, сосредоточив свои силы. Только раз в самые последние годы жизни Сулы предпринята была энергическая экспедиция против корсаров. В 78-76 годах консул Публий Сервилий разбил в кровопролитном сражении их флот, прошел затем с войском Киликию и Тавр, где преимущественно гнездились разбойники, разорил много их укрепленных пунктов. Пиратство после этого на время притихло, но уничтожено оно не было, и вскоре опять вспыхнуло с новою силой. Чрезвычайно сложное и смутно было положение дел и в Азии. Тигран Армянский не участвовал открыто в войне Митридата с Римом. Мирный договор не определял никаких отношений его и Рима, и он захватывал и подчинял себе одно за другим мелкие соседние царства. Мало-помалу он распространил свои покушения и на отдельной области Каппадокии и Сирии, а эти государства прямо подчинены были Риму. Сенат, стремясь всячески избежать новой борьбы, делал вид, что ничего не замечает. Не постарался он осуществить прав Рима и на Египет, который в 81 году был завещан Риму последним царем из дома Лагидов, умиравшим без наследника. Страна была оставлена на произвол двух претендентов, которые спорили тут о власти, не имея на нее совершенно никаких прав, и разоряли страну на глазах у Сената. До берегов Средиземного моря, этого истинного базиса римского могущества, распространяли теперь свою власть азиатские цари, и Рим терпел это спокойно. Ясно было, что для безраздельного мирового владычества римлян наступало начало конца. Тигран, имея возможность без борьбы захватывать целой области и делать все, что ему было угодно, войны тоже не искал. Но столкновение было неизбежно, так как ни с той, ни с другой стороны не было не только дружелюбия, но и взаимного доверия. Когда в Испании дела римлян были очень плохи, а в водах Азии римский флот действовал против корсаров, обстоятельства были особенно благоприятны для нападения на Рим, и вместе с тем были и у Митридата основания предполагать, что под видом приготовлений к борьбе с пиратством готовится в сущности сила для борьбы с азиатскими властителями. Мирное положение не могло сохраниться. Зимой 75-74 года Митридат решился на войну. Тигран, по своей недальновидности, уклонился от союза, но Серторий вступил с царем понтийским в официальное сношение и прислал ему инструкторов для его армии. Пираты тоже заключили с Митридатом союз. Римляне сделали обширные приготовления и поручили ведение этой войны энергичному консулу Лукулу. Война началась для Рима неудачно. Римский флот был истреблен в Черном море при Кархидоне, впрочем, Лукул, умелым и твердым ведением дела, быстро восстановил перевес римлян. Затем он нанес Митридату ряд поражений, и через два года борьбы царь должен был бежать из пределов своего царства. Он направился к царю Армении, но Тигран не допускал его к своему двору и держал как бы в почетном плену. Преследуя Митридата, Лукул прошел понт, и достиг границ Армении. Так хороша и прочна была военная организация римлян, что и с незначительными силами Лукул достиг серьезных успехов, хотя в его время солдаты обнаруживали уже больше интереса к грабежу, чем к победе, и очень неохотно совершали столь отдаленный поход. Лично Лукул не пользовался расположением войска и за свою строгость, и как ославленный сторонник Сената, но он умел подчинять легионы своей воле и поддерживать дисциплину.